добрый день народ хочу немножко модернизировать вот этот вот фонарь великолепный фонарь очень я им доволен действительно очень доволен советую купить видео про него я уже снимал ну а сегодня будет модернизация что же я хочу сделать при всех его достоинствах при том что можно им снимать под водой при том что он используется как подсветка при контровом освещении меня немножко не устраивает его однородность то есть вот посмотрите его включаю и вот видно что вот надеюсь что возьмет что вот есть более темная полосочка более светлая опять более темная то есть чуть-чуть не не равномерно у него освещение все таки есть по сравнению с другими фонарями конечно не так явно выражена я специально включил на максимум вот фонарь но тем не менее что я нашел у себя в запасах вот такая вот пленочка от экрана ноутбука она с одной стороны покрыта какой-то каким-то таким вот матовым порошочком не порошочком даже не знаю чем но с одной стороны облана абсолютно гладенькая а с другой стороны матовым если мы используем вот эту вот пленочку для того чтобы вставить вот сюда вот фонарь то у нас что получается у нас получается гораздо более ровное такое вот освещение то есть с помощью вот этой пленочки стараюсь показать вот мы получаем абсолютно однородное хорошее освещение вот я убираю ее и видите получается все таки есть такие немножко более светлые более темные не гомогенное такое освещение вот с пленочкой поэтому сегодня будем разбирать фонарь будем разбирать фонарь и вставлять вот эту пленочку под рамочку так спрашивали у меня что за наборчик инструментов наборчик инструментов обыкновенный китайский куплен в магазине стоит недорого а марка его ну я на русском скажу вк 632-31 а 30 вещей по моему сейчас где-то тут было написано сделано в китае так а сколько ж тут до 330 бит и вот такая вот отверточка но я поищу примерно такой же наборчики дам ссылочку на него тоже в описании так снимаем сначала винтики то есть разбираем наш фонарик с лицевой стороны тут маленькая звездочка винтики под маленькую звездочку не знаю как конечно насчет 30 метров но под водой во всяком случае пока что в ванной я его проверял ну уже договорился с сыном с его товарищем что пойдем на речку пока лед не встал они возьмут с собой гидрокостюмы и попробуют поплавать пускай недолго потому что тонкие гидрокостюмы поплавать под водой но и поснимать с помощью этого фонаря ну а может просто опустим видеокамеру с фонарем с моноподом просто на дно реки посмотрим что там в декабре творится так вот такая вот рамочка обыкновенная пластмассовая вот и дальше у нас надо подковырнуть чем-то подковырнуть можно опинелькой тоненьким ножичком снимаем пластмассочку вот такая вот пластмассочка а вокруг у нее резиновая резиновый уплотнитель он в такой вот канавочки то есть за счет того что стеклышко прижимается к корпусу расходится вот этот вот резиновый уплотнитель вот и обеспечивает герметичность сторонку разберем дальше а вот тут устроено очень просто то есть три светодиодика отражатель а ну-ка давайте проверим как светит без отражателя а светит намного более равномернее чем с отражателем вот сейчас вставляем отражатель и у нас появляются появляются вот такие засветы убираем отражатель убираем отражатель и гораздо более равномерное освещение а что у нас получится если выбросим отражатель и поставим матовую пленочку еще более равномерное освещение и по моему меняется цветовая температура то есть чуть чуть более естественный получается цвет так он немножко в синеву отдает чуть-чуть буквально а вот так вот равномернее что мы попробуем сделать попробуем под вот эту рамочку подставить пленку лицевой гладкой стороной наружу а отражатель ставить не будем уберем его пока в сторонку видимо за счет своей толщины за счет того что он имеет вот в этой части где он надевается на светодиоды имеет свою толщину вот поднимается над светодиодами и часть потока светового перехватывает так конечно красивее но без них без этого отражателя более равномерно и лучше получается ну что ж значит будем делать так берем нашу пленочку ставим обратно степлышко вставляем аккуратно чтобы не подломилась сама резиночка ну-ка присветим да равномерно она встала ровно по всему периметру так а теперь так а можно же сделать не вырезать вначале точно а сделать запасом а потом когда оденем то подрежем уже по месту вот такой кусочек гладкой стороной наружу ставим вот так и сверху прижмем вот так получается вот этой рамочкой да получится то что надо а теперь я приготовил просто проволочку такую столистую нам надо сделать отверстие для винтика вот так подобрать не пробиваю это может самим винтиком у получилась так по диагонали Сильно нажимаю Она продавливает пленочку Прокручиваю еще вот так Не так легко, как хотелось бы Но продавливает И винтик довольно плотненько идет Получается вот такая Вот конструкция Изнутри матовая Снаружи гладенькая Как она теперь светит у нас Смотрите, какое равномерное Получилось освещение Продолжаем Все-таки я бы, наверное Вначале пробил этой штучкой Не идет А тоненькими ножничками Да, вначале, чтобы просто пробить Отверстие, чтобы винтики легче шли Вот Отлично Тоненькие-тоненькие маникюрные ножнички И собираем теперь Вот, теперь у нас получился Великолепный фотографический фонарь Раскальзывает Немножко винтики Не все идеальные Или это уже Нет, все нормально Просто, видимо, не надо Настолько давить Сейчас вы, конечно, с такой мелочью работать Я уже говорил, что Ну, я ссылочку дам на прошлое видео Что очень доволен этим фонарем И как налобник И как подводный фонарь Надо будет заработать немножко денег И, наверное, прикупить еще один Потому что Действительно хорошая вещь Так Собираем Собираем Так Так Ну и последний Так Проверяем затяжку Да Все подтянуты Все нормально А теперь Лишнее обрежем Своим ножиком Подрезаем Лишнюю пленочку Ну вот Получился вот такой вот фонарь Проверяем Проверяем его Все работает отлично Вот Равномерное Хорошее освещение Так Так А вот с этим фонарем Можно ли такое сделать Попало в воду Ничего страшного Так Сделаем Сделаем больше Максимум И вот если Вставить матовую эту бумажечку Пленочку сюда Вот Подвожу ее Подвожу ее И получается вот такое вот широкое пятно Иногда Когда надо Не надо далеко светить А надо посветить близко Вот Это очень бы помогло Так что Надо теперь Придумать Какое-то Какое-то Кольцо В которое Можно поставить Может быть Светлофильтр Какой-то По диаметру Поискать Чтобы можно было Вставить вот эту вот Матовую Пленочку И одевать ее На фонарик Все Ссылочку дам В описании Спасибо за внимание Вот такая вот Модернизация Подводного фонаря